Следующий вопрос. Может ли брать за как сильный человек, который способен зарабатывать себе так, что он обеспечивает свой один день, так, то есть зарабатывает такие деньги, что способен прожить на эти деньги, свой день, снять здание, ездить, одеваться, кушать и тому подобное. На следующий день опять выходит на заработок и опять может обеспечить себе свои минимальные потребности. Имеет ли право такой человек брать закат? Говорит Захаба Аксару Алиль-Ильм, Иля Анну Тахру Муали Ас-Падака. Большинство ученых считает, что милостыня, то есть имеется в виду закат, запрещен ему. Это мнение имама Малика, имама Ахмада, Шафия, Исхака, Аблу Убейда, Ибн Музира и других. Вот тогда люди хадисы аль-Бах. И в довод они привели хадис, который у нас был вверх, под номером 626. В нем приходит, Не имеет доли в закате богатый человек, что знаешь богатый, мы разобрали в прошлом вопросе, так или нет. И не имеет доли в закате сильный человек, который способен зарабатывать. А также использовали в довод хадис от одного из подвижников пророка, саллаллаху али-салям, Анна Набия, саллаллаху али-салям, ахаль. То, что пророк, саллаллаху али-салям, сказал, Поистине закат не является разрешенным богачу, а также тому, кто обладает прекрасным телосложением, то есть нормальным телосложением. У него есть руки, у него есть ноги, у него есть сила, он способен зарабатывать. Этот хадис приводит им Амам Ахмад и назвал его хорошим шейх Мурби, в своей книге Асайян Муса под номером 1497. Что знаешь хадис от одного из подвижников? То есть подвижник не назван, не назван, от какого из подвижников пришел этот хадис. Но указано, что это хадис от подвижника, ясно или нет? Поэтому так и говорится. Хадис от одного из подвижников, говорится так-то. Это первое мнение в вопросе. Значит, первое мнение в чем заключается? Что если человек, обладающий нормальным телосложением, способен зарабатывать так, что он способен покрывать этим заработком минимальные свои потребности, на которые основывается его жизнь, тогда он не имеет права брать из заката ничего. Так? Говорит. И второе мнение в вопросе, которое придерживался Абу Ханифа, Абу Ханифа говорил то, что разрешено ему брать из заката, потому что он не считается богатым человеком. Так? Потому что у Абу Ханифа богатым человеком, что он называется? Что обладает несабом. Если меньше, чем несаб, он уже не богатый. И правильным мнением является то мнение, которого придерживались большинство ученых в Аллаху Амин. Понятно или нет? Далее.